Этим гостям хозяин квартиры в доме 36Б по улице Академика Каргина явно не рад. Причина их визита видна, как только открывается дверь. Кругом горы мусора, просроченные продукты и полчища насекомых. Находиться даже рядом с квартирой без маски или противогаза едва возможно. Еще сложнее приходится соседям, которые ежедневно вынуждены вдыхать ароматы свалки. Ну просто невыносимый запах. Тут вот недавно керосином или чем-то он там поливал. И так же открывал дверь. Так же вот был запах. У кого-то вот появились клопы, у кого-то тараканы. Вот я недавно только помыла дверь, а так вот она была просто у меня вся в ноль. Прежде чем зайти домой, я вот так вот смотрю, осматриваю свою дверь. Хозяин квартиры – мэтиченец Юрий. Не так давно ему исполнилось 61. По сей день работает на трикотажной фабрике. О том, что у жителей есть жалобы, знает, но их причины искренне не понимает. Говорит, что после перенесенного ковида отсутствует обоняние. Вы не выносите мусор, у вас запах из квартиры стоит. Вот свекла, например, у меня есть. Вот от свеклы. Может пахнуть? Вот свекла, я не могу. Нет, мне не надо пахнуть, что у вас. А от вещей никак пахнуть не может ничего, понимаешь? То, что вы пили ковидом, это не оправдание. Да я не оправдую. Спит мужчина в горах Ветыши. Здесь же хранит свои многочисленные запасы. Несмотря на то, что Юрий Алексеевич человек в возрасте, ловко владеет самокатом. К слову, на котором и объезжает все окрестные помойки. Жильцы такого соседства в ужасе. Готовит он эту тухлятину, которую собирает с помоек. Эта тухлятина воняет. Он, видно, задыхается сам, открывает дверь. И мы здесь это все нюхаем. Муж вышел, ему говорит, закрой дверь, мы дышать не можем. Он вынес эту кастрюлю и говорит, ну, чуть-чуть протухло, ну, понюхайте. Она так-то говорит, я сварю и нормально. Контакт с владельцем квартиры мытищенцы не могут найти уже несколько лет. Пытаясь наладить диалог, в адрес жителей сразу сыпятся угрозы. Нормальный я был всегда. И сейчас я нормальный. Если к человеку, ты не знаете моих проблем, и не надо вам знать. Вам только воняет. А вонять от вещей не может. Может вонять от плохой холодильник, от всего. У вас там не только вещи, вы свеклу доставали. Ну, вот это сейчас, да, вот доставался. У меня даже дети пойдут, арбузы, у него арбузы, там, как ногами на вещах будут. В ответ на жалобы управляющая компания пригласила дезинфекторов, чтобы обработать квартиру от насекомых. Но из-за огромного количества мусора сделать это на данный момент невозможно. Специалистов мы пригласили, так как у нас были обращения жителей, то есть за счет управляющей компании сделаться на обработку. Но учитывая, в каком состоянии находится жилищная площадь, то есть проведение данной обработки, ну, сейчас затруднено, так как нужно будет сначала почистить. Необходимо после этой обработки длительное достаточно время нахождение людей или животных там, ну, не рекомендуется. То есть, ну, даже опасно. Единого алгоритма, как бороться с Плюшкиным, не существует. Каждый случай индивидуальный. Тем не менее, в нашем округе есть положительные примеры. К сожалению, да, такая квартира не единственная. У нас есть уже положительный опыт работать с такими квартирами. Например, в микрорайоне Дружба была очень похожая квартира, в которую просто невозможно было зайти из-за мусора. Повторно, ну, выдали предписание жильцам, повторно приехали, привели все в порядок, сделали ремонт, мы были очень довольны. По итогам встречи составлен акт осмотра. Управляющая компания готова оказать содействие в генеральной уборке и дезинфекции. В ближайшее время в дом 36Б по улице Академика Каргина снова нагрянет проверка.